На восьмом месте нашего новостного чарта метро. С 25 мая в Киеве должно заработать метро и общественный транспорт. Об этом мэр Кличко попросил Кабмин, обратив внимание центральной власти, помимо всего прочего, на беспрецедентные киевские пробки, вернувшиеся прямо в понедельник. Людям надо добираться на работу. Министр крикли, метро открывать пока не хочет. Собственно, с учетом мирового опыта, само решение о закрытии метро, городского транспорта, сообщения между украинскими городами. Что оно на самом деле дало в борьбе с пандемией? И чем мы тут оказались эффективнее, чем остальные города мира, которые метро не закрывали? Коллега Тигран считает, что проблему метро надо решать комплексно. И не на уровне Кабмина, а на местах. Но одновременно с передачей ответственности мэрам за свои решения. Метро открывать или нет? Как мы знаем, мэры Киева, Харькова, других городов, в которых есть метрополитен, сегодня требуют восстановить его работу и просят соответствующего разрешения у Кабинета министров Украины. Мы знаем, Кабмин против, просит не торопиться с этим решением. А на уровне местного самоуправления считают, что, опираясь на мнение вирусологов, эпидемиологов, насчет того, что в подземном транспорте возможно даже меньше угроз распространения вируса, вот они говорят, что нужно открывать метро. Это, на мой взгляд, в частности, проблему нужно решать комплексно. Как в отношении работы метрополитена, так и продовольственных и непродовольственных рынков, салонов красоты, решений о названии улиц, того, какие памятники сносить или не сносить, должны принимать органы местного самоуправления, люди на местах, должны сами решать эти вопросы. Конечно, вместе с этими полномочиями, я думаю, что тем же мэром нужно передавать и ответственность за последствия этих решений. Тогда, мне кажется, что и люди на местах, и правительство будут жить в ладу с самими собой, и вот этих разночтений и противоречий будет меньше. Коллега Юрий обращает внимание на логическую несостыковку. Закрывали, когда случаи заражения коронавирусом были единичными, а открывать собрались, когда счет идет на тысячи. К работе общественного транспорта в Киеве очень много вопросов. Но вот подскажите, где логика? Метро в Киеве остановили, когда заболевших были десятки, а возобновить работу пытаются, когда счет ведется на тысячи. Европейские столицы доказали, что можно и метро не останавливать, и колоссальные убытки не нести, и при этом с коронавирусом они борются намного успешнее, чем это делаем мы. Таким образом, транспорт остановили, чтобы люди не смогли добраться на работу. А с этого вторника, когда карантин стал смягчаться, все выехали на дороги, и Киев погряз в десятибальных пробках. Так, может быть, стоит организовать работу общественного транспорта так, чтобы и люди смогли добраться на работу, и при этом обеспечить все необходимые меры безопасности, и не ждать ни конца мая, ни начала июня. Анна считает, что само решение закрыть метро было правильным, и без этого все могло быть гораздо хуже. Я даже понимаю, почему в марте, когда мы все жили в тревожном, мягко говоря, ожидании, закрыли общественный транспорт. Во-первых, тогда было откровенно мало экспресс-тестов для выявления вируса. Во-вторых, было банально страшно, что если весь вагон метро, а то и не один разом заразится, больница просто не выдержит такого наплыва инфицированных. Конечно, такой мегаполис, как Киев, без метро просто задыхается. Но надо признать, что аналогичные ощущения в нем были и в часы пик. Там тоже пробки, особенно на переходах между ветками. Ни у каких полутора метров дистанции между пассажирами речи не идет. Все едут плечом к плечу. Поэтому, как будет запущен киевский метрополит ТЭН, какие меры безопасности в нем будут приняты, это, конечно, отдельный вопрос. А вот правильно ли сделали, что метро закрыли в принципе? Как я уже говорила, без метро очень плохо. Но а что, если было бы еще хуже? А что, если именно закрытие общественного транспорта, в том числе метро, уберегли Киев от первых строчек в антирейтингах городов с самым большим количеством заболевших? Коллега Борис по-прежнему остро переживает закрытие метро, особенно на фоне киевских биббордов, призывающих его прекратить шастить. Мы не будем против, потому что нам не шашечки, нам доехать, до работы доехать. Коллега Катерина считает, тем, кто сравнивает наше закрытое метро с чужим незакритым, стоит сравнивать и статистику смертности от коронавируса. Усі ці два месяца, пока у нас метрополитен не працює, украинцы, которые не доволены этим фактом, ставят у приклад Испанию, Великобританию и другие европейские страны, где таких суворих обмежений не вводили. Но, друзья, у Британии 34 тысячи людей померли от коронавируса. В Испании 27 тысяч, у нас их близко 500. Тому, верно, такие суворі обмежения и справді подияли. Но, на мою думку, Киев сам предлагает, чтобы метро запустили, потому что столичные дороги настолько перевантажены. Мне кажется, что до карантину в таких заторах мы не стояли. Тому, на мою думку, метро открывать все же важно, но перед тем подумать, каким образом контролировать, чтобы люди на входе вдягали так маски, а потом у вагонах их не снимали. Не делали, как дети, которым мама сказала вдягнуть шапку. Тому давайте будемо свідомыми. Субтитры создавал DimaTorzok